доброе утро ребята я рада вас всех видеть сегодня пятница и у нас урок литературы вы готовы здравствуйте здравствуйте немножко подождем пока все присоединятся я пока вам поставлю слайд здравствуйте ребята всем как я уже говорила у нас сегодня урок литературы и приготовьте пожалуйста свои конспекты и запишите тему нашего сегодняшнего урока мы продолжаем изучать устное народное творчество а точнее сказать мы сегодня будем анализировать были мы вольга и микула селенинович запишите тему были на вольга и микула селенинович запишите тему рука вольга и микула селенинович эпиграфом к сегодняшнему уроку я хочу взять слова великого писателя максима горького подлинную историю трудового народа нельзя знать не зная устного народного творчества итак цель нашего сегодняшнего урока дать понятия былины познакомиться с видами миром былин героями былинным стихом показать отличие былины от сказки на прошлом уроке мы уже немножко говорили да об этом что такое былина композиции были немножко говорили сегодня мы с вами повторим и подробно остановимся на былине вольга и микула селенинович и так былины это жанр устного народного творчества то есть былины передавались из уст в уста их сказывали сказители гусляры которые ходили из города в город а вот посмотрите на иллюстрацию вот это те самые гусляры которые можно сказать сказывали да сказывали былины а теперь давайте внимание обратим на то что общего и какие различия между сказкой и былины и так что общего общего общее это то что и сказка и былина вымысел различие заключается в том что в сказку не верят в реальность в реальность композиция единообразная люди героями сказок могут быть люди царевичи и животные а былини же наоборот верят в реальность индивидуальная композиция то есть особая композиция героями которого являются богатыри вы вкратце можете себе законспектировать если не успевать я потом вам вышлю слайды и вы сделаете конспекты хорошо вам меня хорошо слышно хорошо видно так хорошо и так композиция былины что такое композиция это построение то есть каким образом построена былина состоит из зачина что значит зачем здесь указывается это начало да здесь время и место действия называются герои о которых идет речь в былини затем идет основная часть дается описание героя показывается его необычное поведение говорится в ответственном поручении то есть должно быть обязательно какое-то ответственное поручение которое ему дается в этой былини и заключение подводится итог всему сказанному еще раз воспаляются подвиги или деяния главного героя былини вот таким образом строится сама былина и так еще раз повторюсь былины произведения устной русской народной поэзии о богатырях слово былина происходит от слова былинах как вы догадываетесь рассказывается о том что было они создавались глубокой древности и пронесли через столетия до наших дней много такого что требует объяснения были ну можно прочесть если читаешь неторопливо вы наверное убедились в этом да неторопливо и вдумчиво без бездумного чтения она не терпит поскольку былины создавались далеком прошлом в былине очень часто встречаются устаревшие слова которые вам может быть непонятны и как раз таки было домашним заданием да выписать устаревшие слова и написать значение этих слов выписали написали значение этих слов своих конспектов так хорошо былины обычно воспевают воинские подвиги богатырей мы же прочтем былину о богатыре пахаре арата и микуле селениновичи селенинович от существительного села отчество а вернее прозвище селенинович указывает на то что микула сельский житель крестьянин былины создавались и передавались от поколения к поколению простым трудовым народом который на своих плечах выносил и тяготы военных подвигов и тяжкий повседневный крестьянский труд через былины простые труженики пытались красить хотя бы в своем воображении непомерное бремя трудовых и ратных подвигов показать величие человека труда и его превосходство над остальными народе любили былиных богатырей сейчас мы с вами увидим как с гордостью за богатыря пахара пахаря сказители былин рассказывали о работе микулы на поле вот это тот самый микула селенинович о котором мы сейчас поговорим микула селенинович персонаж русских былин богатырь легендарный пахарь он олицетворяет крестьянскую силу силу русского народа согласно этой одной из былин он просит великана святогора поднять упавшую на землю сумку тот не справляется с заданием тогда микула селенинович поднимает сумку одной рукой сообщая что в ней находится вся тягость земная которая под силу только мирному трудолюбивому пахарю дома было задано прочитать да эту былину вы прочитали ребята все ли было понятно хорошо хорошо прекрасно посмотрите ребята какие красочные иллюстрации о русских богатырях как художники отражали своих работах богатырей русского народа смотрите какие красивые иллюстрации как показана мощь этих богатырей а теперь ребята устройство сахи микула орит орит это значит вы дома наверное скорее всего выписали да что такое орит 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 это пашет сошкой да посмотрите на устройство сахи каким образом было это устроено вот каким какой сахой пахали раньше богатыри металлические так вы это слово тоже выписали да понятно значение этого слова орит паша так хорошо дальше амешек заостренный накоречник сахи обжи оглобли сахи посмотрите вот каким образом раньше спахивали землю русскую так а теперь давайте немножко отрывок прочитаем из этого произведения как порит в поле вратой посвистывает а бороздочки он допометывает а пенья коренья вывертывает а большие то каменья борозду валит у оратая кобыла саловая гужики у нее дошелковые сошка у оратая кленовая а мешики на сошке булатные при сошек у сошки серебряные а рогатчик то у сошки красное золото любовь народа к былиному богатырю пахарю проглядывается и в описании внешности микулы смотрите как сказители описывали микулу а аратая кудри качаются что не скачен ли жемчуг рассыпаются скачен жемчуг или скаченный жемчуг то есть раньше это имели ввиду отборный жемчуг скачен жемчуг обозначает круглый ровный высшего сорта той самой лучшей отборной посмотрите пожалуйста иллюстрации красочные как представляли себе многие художники русских богатырей с чем сравнивают глаза микулы если вы прочитали конечно же скажите мне пожалуйста с чем сравнивают глаза микулы так вы вспомните пожалуйста с чем сравниваются глазами полы с чем вы дома читали не помните с глазами сокола сравнивается да так следующий вопрос а брови какие у него были я ребята не вижу ваших ответов та черная соболя да а ну-ка так еще соболя соболиные как мех черно соболя правильно молодцы значит темные да так дальше теперь послушайте описание сапог которые которые на богатыре пахарим у оратая сапожки зелень сафьян вот шилом это и носы востры вот потупят у воробей пролетит около нос хоть яйцо прокати у микулы сапоги сшиты из сафьяна что значит сафьян ребята сафьян это выделанная козлиная кожа мягкая эластичная у оратая сапожки зелень сафьян заметьте не сапоги а сапожки как раньше говорили об этом так а вот это те самые сапоги вот таким образом выглядели сапоги в то время да однажды рыбаки ловившие рыбу на ильмень озере что у новгорода сетях обнаружили сапог из необычного для нашего времени материала и совершенно непривычная форма сапог был из сафьяна то есть искусственно обработанной кожи да с тонким изогнутым каблучком каблуком и высоко загнутым к верху нос носком ученые археологи сначала решили подделка каково же было изумление когда изучая были не они обнаружили такое описание сапог думаю да такое описание сапог богатыря сапожки из зелена сафьяна вот шилом пяты носы востры вот посмотрите на носовую часть так вот пяту воробей пролети около носка хоть яйцо прокати и с каблучком да еще так и ты значит каблуки ребята существительная пита и пятка родственные слова шилом пяты с чем сравнивать пяты то есть каска каблуки до шилом пяты то есть каблуки тонкие как шила носы востры как носы у сапожек вот пяту пяту воробей пролетит это как раз таки вот отрывки из этого текста и пояснение этих слов так понятно ребята так хорошо дальше таким образом тоже художники показывают вот в мощь богатыря именно микулы селениновича здесь также дается описание лошади до лошади а лошадь и муку у микулы саловая саловая лошадь ребята это лошадь такой масти самая сама светло-коричневая а хвост грива белые кобыла у богатыря пахаря тоже богатырская микула на своей лошади пенья коренья вывертывает и большие камни не объезжает стороной как это было делает как это обычно делается а валит их бороду вместе с паханой землей словно не замечая их если микулина кобыла ступью идет то другим лошадям приходится уже скакать чтобы не отстать от нее а если она грудью пойдет за ней уже не никакому коню не угнаться то есть это говорит о чем что тоже у богатыря богатырская лошадь да так вот смотрите за ним никому не угнаться да мимо того места где орит аратой микула проезжает князь вольга святославович былиный князь вольга святославович тоже не прост богатырь да к тому же еще и обладает колдовской силой волшебными мудростями он может обращаться в птиц рыб зверей причем став птицей рыбой или зверем он продолжает обладать необыкновенной богатырской силой вот это вот тот самый вольга святославович князь были не князь вольга и пахарь микула встречаются и мы получаем возможность сопоставить сравнить князя и пахаре выявить в ком из них больше достоинств достоинств не внешних а истинных таких которые человека делают героем и окружающих окружающим людям на благо служит князь вольга получил от своего дяди столь на киевского князя владимира три города и отправился в эти города чтобы получить дань за получку и поехал к ним хоробрая дружинушка и в 30 молодцев без единого то есть сколько дружинников с ним было 30 до а слова хоробрая как вы думаете что обозначает если вы выписали это слово хоробрая что значит хоробрая правильно молодец храбрая более двух дней молодцы правильно более двух дней вольги пришлось добираться до микулы после того как был услышан вольгу голос микулы и скрип его сошки вот таким могучим богатырем был пахарь конечно сила человека его возможности его могущество явно преувеличены в этом описание почему были не допущено такое преувеличение ребята почему почему были не допущено такое преувеличение были нам вообще свойственно да как называется преувеличение в были не так правильно молодец гипербола молодец правильно преувеличение называется гипербола а для были на как раз таки это характерно до преувеличения чтобы подчеркнуть каких колоссальных усилий требует от человека его основная деятельность то есть обработка земли чтобы показать какие могучие люди ходят за сошку и перепахивая родные поля чтобы наконец выразить гордость о могучих работе землепашца сказители были часто использовали художественный прием как раз таки то о чем мы с вами только что говорили да прием преувеличения преувеличиваясь могущество защитников родины преувеличивалась сила врага с которым русским богатырям приходилось сражаться такое преувеличение художественных произведениях называется гиперболой в блинах очень часто используется гиперболы гиперболы можно сказать былины почти целиком строится на гиперболах вспомним из описаний микулиных сапожек под пету пету воробей пролетит то есть какой имеется ввиду каблук тогда так обратите внимание здесь слово мех в каком значении использует используется мех вы выписывали это слово ну так правильно мешок мех а мы в современном русском языке мы это понимаем употребляем как волосяной покров животного да или выделенная шкура пушного зверя а раньше это слово использовалось как мешок так мешок мех из шкур животных а кто из вас знает слова путь что обозначает слова путь что обозначает слова путь так единица измерения массы правильно так а конкретней сколько килограмма 11 примерно так путь русская мера 12 вот теперь послушайте путь русская мера веса равная приблизительно 16 килограмм 16 микула говорит закупил нет 16 микула говорит закупил я соли целого три меха каждый мех то был ведь по сто пуд не может быть такого мешка который вошло бы сто пудов соли а опять были не что применяется гипербола то есть преувеличение до гипербола правильно почему вольга приглашает микулу поехать к ним в а товарищах так почему вольга приглашает микулу поехать ним в а товарищах почему ребята ну для чего для чего нужен был микула чтобы поехать с ним князю зачем он нужен был и заодно посмотрите на эту иллюстрацию и попробуйте объяснить кто здесь кто изображен на этой иллюстрации так правильно там должны с одной стороны это нужно было для для чего для того что никула каким был каким представляется он в былине могущественным да что его огромная сила а силы нужны были злым так а почему злым благородным так правильно так так ребята здесь кто изображен так спасибо имя да показывает что силу да был трудолюбивым правильно еще а вот конкретно по этой иллюстрации в чем объясняется как вы объясните эту иллюстрацию и скажите пожалуйста кто это люди правильно крестьянский труд тяжелый а еще сила огромная до силы огромная а это это микула сахой правильно а рядом кто стоит нет 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 не только конь имеется ввиду с вольга правильно молодец князь вольга да князь вольга а почему ребята как вы думаете почему микула изображен таким образом он очень большой огромный а князь маленький по сравнению с ним правильно он могущественный так он богатырь правильно молодец так какие особенности построения были на языка вы еще заметили какие особенности построения были на ее языка вы заметили когда читая нет рифмы правильно молодец когда вы читали были на да нет рифмы читается тяжело или легко очень читается так а мир хан это потом после урока так правильно тяжело поэтому нужно читать внимательно да внимательно да и нужно читать потому что без рифмы до так внимательно нужно читать чтобы именно понимать содержание этой были не и так ребята домашнее задание запишите у нас уже мало времени осталось до так домашнее задание по нет по литературе домашнее задание будет прочитать были на садко прочитать были ну садко и на странице 30 31 ответить на вопросы и задания законспектировать понятно оценки по русскому языку я вам постараюсь сегодня выслать проверить и выслать да кстати у меня к вам огромная просьба вы начинаете домашние работы по литературе присылать только в последний день и представьте себе вас на параллели 90 человек 90 человек сразу присылайте самый последний день давайте с вами договоримся что по допустим воскресенье высылает 7 а понедельник 7 б и в среду интересная программа у меня есть вот 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 Продолжение следует...